Здравствуйте! Меня зовут Константин Михайлович. Хотел бы рассказать о книгах по психологии, мотивационных книгах, которые заставляют привить правильные ценности, умение не жаловаться вообще на жизнь, поставить грамотные цели и добиваться их. Я составил пять книг, по моему усмотрению, которые, ну и если вы заинтересованы этой темой, то, по моему мнению, обязаны прочитать. Это «Семь навыков высокоэффективных людей» Стивена Кови, «Разбуди в себе исполина» Энтони Роббинса, «Просто дело – делай просто», «Оскара Хартмана – это бизнесмена», «Как приобретать друзей и оказывать влияние на них», и «Атлант расправил плечи». Значит, почему именно эти книги? Хотел бы сразу начать по списку «Семь навыков высокоэффективных людей». Не обязательно ее первую читать, можно как бы в разнобой. «Семь навыков» – это конкретно стратегическая такая книга, в котором рассказывается, например, первый там навык «Вин-Вин», что нужно всегда с людьми именно в синергии, как бы, участвовать в переговорах, например, чтобы и тебе хорошо было, и ему тоже, чтобы все было в тандеме шло. Вот это именно в плане развития вообще по жизни, что в социуме нужно, что нужно в себе развивать, то есть читать, например, книги, что-то там, ставить цели. Там вот в каждом навыке это вот именно все рассказывается. Потом «Разбуди в себе из Полины» Энтони Робинс – это конкретно такая мотивационная книга, где он прям вот конкретно топит, потому что Энтони Робинс – это сам по себе коуч, такой оратор-мотиватор, выступает, собирает многотысячные залы на самом деле, то есть, ну, наверное, «Олимпийский» точно соберет, потому что собирал в Россию, он приезжал очень внушительный такой, хотя он вроде бы иностранец, и все равно все сидели с наушником и его речи. И вот тут вы можете познакомиться конкретно с книгой, потому что книгу можно купить за рублей 600-700, а, в принципе, тоже много чего из нее взять, чем покупать за 1000 долларов. Ну, это каждого дела свое, естественно. «Просто делай, делай просто» – Оскара Хартман. А тут он рассказывал, вообще рассказывает про свою жизнь конкретно, что у него есть какая была болезнь, которая с рождения у него, вот. И то, что нельзя будет заниматься физическими нагрузками, что жить ему останется недолго, что, ну, в общем, живите пока, живите, вот. И он об этом рассказывает. И все равно он стал чемпионом мира по гребле, по гребле, открыл свой бизнес, и сейчас живет у него там двое-трое детей, жена, все. Он говорит про то, что там он в этой книге рассказывает про колесо вообще жизни как таковое, что он старается именно в баланс каждую привести, то есть бизнес, семья, хобби, то есть чтобы вот это все именно у вас был такой круг. Потому что, мне кажется, как он тогда же говорил, что когда вы начертите, у вас будет как бы все наперекосяк, в общем. Вот. И ваша задача именно в баланс все это привести. Вот. Как предать друзей и оказывать влияние на них? Это Дейл Карнеги написал, такой психолог. Он тут конкретно рассказывается вообще, наверное, именно с примерами из его жизни вообще, из примеров других людей. Там даже про Рузвельта было сказано, про то, как он им восхищается, про Бенджамина Франклина, именно как они умели с людьми строить взаимоотношения, в общем. Вот. И здесь как раз таки, потому что мы живем в социуме, и это, ну, наверное, везде, наверное, востребовано. Себя подать, продавать, например. Этому нас не учат, на самом деле, в школе. А вот эта книга, я думаю, вас научат. Вот. Очень, очень полезная книга. Перечитывал ее три раза. Три раза перечитывал. Ну, два полных и третий. Я уже в интернете посмотрел, по-быстрому прошелся, чтобы вспомнить, просто освежить. Я уверен, что оно вам понравится, если вы действительно хотите, не знаю, куда хочется, на работу устроиться, в какую-то престижную компанию, карьеру построить, познакомиться там с какой-нибудь девушкой, парнем, мужчиной, чтобы именно с половинкой и построить хорошее взаимоотношение. Вот. И Атлант расправил плечи. В принципе, ну, ее можно, наверное, ей завершить вообще. То есть, вот эти четыре там прочитать, и Атлант расправил плечи, как завершить. Ну, и дальше идти, естественно. Потому что Атлант расправил плечи – это художественная такая литература. Там именно она, вот ее, если вы прочитаете, вы поймете, что не нужно вообще жаловаться. На самом деле нужно благодарить, что у нас есть там, например, магазины, мы можем куда-то пойти, что очереди сейчас не такие большие, никто там не стоит с этими номерками, там, знаете, все сейчас действительно, ну, естественно, не без минусов. Но если эти минусы превращать в то, что это вас будет останавливать, что это какой-то шлагбаум, и все, как бы, пути нет из-за того, что вот так вот у нас в стране, то это позиция жертвы. Там прям, можно сказать, об этом чуть ли не прямо написано, особенно в конце книги очень, там будет именно такая речь, очень душевная и очень сильная. Поэтому ради этой речи вот нужно прочитать эту книгу. Любому, наверное, тот, кто хочет достичь вершины. Вот, но не нужно именно ограничиваться этими книгами, потому что я прочел не только именно эти пять, а прочитал много. И что они дают именно вкупе все это, да? Именно, когда вы прочли, например, одну книгу, у вас что-то заложилось, открылись какие-то границы сознания, вы что-то подумали, что вы, наверное, не все-то знаете. Как Сократ говорил, что я знаю, что я ничего не знаю. Как бы он понимал, что он много знает, но он себе же говорил, что я ничего не знаю, ради того, чтобы, как бы, понимать, что все равно, если он будет считать себя всезнайкой, то он просто закроется. Вот, и когда вы прочли одну, две, десять, пятнадцать книг, это, и многие могут сказать, да, там все одно и то же. Да, можно сказать, что там одно и то же, но именно повторение вот этого вот из раза в раз у вас именно укрепляется фундамент. Вы действительно понимаете, наверное, что нужно делать в этой жизни, как нужно это делать, и главное не жаловаться, и быть решительным, ну и не сдаваться. Это, в принципе, все просто, но все просто, это и есть гениально. Я закончил свой монолог. Я закончил свой монолог. Я закончил свой монолог. Спасибо.